Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Лео Ян, 26 мая Днем здесь почти постоянные ветры, и тогда облака пыли закрывают и небо, и даль. К вечеру ветер стихает, но пыль еще долго стоит в воздухе, и только к утру воздух опять чист и прозрачен. Жарко и утром. Трескотня и шум начинающегося дня. Свистки, трубы, молоты, грохот телег, ржанье лошадей, горловой крик китайцев. Озабоченно бегут курьеры рассыльные, солдаты с книгой разносной в одной руке и штыком в другой. Началась проездка верховых лошадей. Здесь и местная китайская, маленькая, белая, с иноходью, с подстриженной гривой, и монгольская, небольшая, поджарая, сильная, и наши, русские, простые, полупородистые. И породистые, вплоть до кровных английских скакунов. Эти из главной квартиры, расположенной в северной части станции. Там, на площади, в центре, маленький серенький дом с террасами по сторонам, с георгиевским штандартом, приемная командующего. Сбоку его вагоны, рядом вагоны великого князя. Ряды домов, окружающие площади, штабы, управления, офицерская столовая, две простых побеленных комнаты с долинными, грязной скатертью покрытыми столами, обедом из двух блюд и сладкого в 1 рубль 20 копеек и ужином в 60 копеек. Блюда самые примитивные, на вкус неважные, но и из свежей провизии. Обедают здесь все, держат себя просто, без различия чинов. Бутылка молока – 70 копеек. Бутылка сливок – 1 рубль 40 копеек. 30-копеечное вино – 2 рубля. Пиво мясное – 1 рубль. Лимонад вчера – 40 копеек, а сегодня уже 50 копеек. И с каждым днем цены все повышаются. Против меня здание, в котором живут иностранные представители. Они всегда в своей комнате или дома, или гуляют, или возятся со своими лошадьми. У них отдельные конюшни, в которых ряд маленьких местных лошадок. Они делают прогулки и через час-два возвращаются. В передовых отрядах, кажется, только двое. Почти во всех управлениях часть персонала работает часов по 20 в сутки, а весь персонал начинает свою работу с 9 часов утра. Я живу в квартире начальника железнодорожного участка и являюсь невольным свидетелем обычных сцен. Желтый, как канарейка, маленький кавалерист кричит под моим окном. «Как вам пробраться?» «Проходите через веранду!» На веранде показывается его фигурка с кривыми ногами в грязных перчатках. Он входит, знакомится, от усталости валится в кресло. «Ох, черт, жара! С четырех часов утра, как видите, в седле, командир мне делает выговор. Не умейте ездить!» «Да, двух лошадей в день под меня мало. Нет ли квасу?» «Мы даем ему вина. Там у меня несчастный трубач с лошадью. Посылаем вина и трубачу. Ух, легче стало. С четырех утра съел четыре редиски и выпил. И еще выпил. Вот я по какому делу. Дайте Христа ради дров. Варить нечем. Эти походные кухни ничего не стоят без дров. Сколько нежги, гаоляна, все сырое. Вы понимаете, если солдатика не покормить, если позволите, я еще выпью. Ужасная жажда». Он медно-красный вытирает платком пот с лица. «Так вот, как видите, к вам, железнодорожникам, выручайте!» Я объясняю ему, что я ни при чем, и посылаю в контору за начальником участка. Входит в это время второй посетитель – генерал. Высокий, сухой и седой генерал. Тоже к начальнику участка. Третий посетитель – жандармский подполковник. Главное лицо в этой части в армии при штабе. Входит еще несколько посетителей, и, наконец, появляется начальник участка. Худенький, щуплый инженер в белом кителе. Кавалерист, успевший уже всем по очереди сообщить, что он с четырех часов на лошади, что съел всего четыре редиски и выпил, первым бросается к пришедшему. «Миль пардон! Выручайте! Солдаты сидят голодные! Только что приехали! Хоть полку бодров! Что бы ни стоило! Надо только квитанцию! Тем лучше! Если вы на полосе отчуждения, то я вам могу сейчас выдать, а если нет, то надо записку от коменданта. Мы на полосе отчуждения! Вы уверены в этом? Вне всякого сомнения. Видите ли, я здесь уже полгода, и сразу не определил бы эту полосу. Это вы штатские, а у нас, у военных, надо знать все. Я вам говорю окончательно. На полосе отчуждения. Садитесь и пишите. А черт, жажда опять!» Генерал пользуется этим и обращается к инженеру. «Мы устраиваем палатки для заразных. Научите, из чего делать пол. Из кирпича? Из глины? Или, может быть, цементный? Где достать материал? И чем вы можете нам быть полезным?» Лихой кавалерист успел в это время справиться со своим стаканом и отвечает за инженера. Очевидно, кавалерист высказал какой-то очень практический совет, но язык уже плохо слушается распоряжений своего штаб-родмистра. Генерал некоторое время терпеливо слушает, а затем опять обращается к инженеру. «Нам пока человек на 200. Кроме того, надо прачечную, баню». «В какой срок?» – спрашивает инженер. «Завтра!» – отвечает за генерала-кавалерист. «Ваше превосходительство, извините, но алягер ком алягер!» Генерал сурово делает замечание кавалеристу. Тот почтительно, но спокойно выслушивает, так же спокойно, как, вероятно, завтра будет уже слушать свист пуль. Он оставляет генерала и вступает в разговор с жандармским подполковником. Генерал кончает и благодарит. Через три дня на две палатки будет приготовлено по 16 кроватей для сыпного тифа и рожистых воспалений, а все остальное – в 10-дневный срок. Сколько это будет стоить? Нужен только приказ. Тем лучше. Очень, очень благодарен вам. «Ну, теперь я!» – говорит кавалерист. Он обращается к жандармскому подполковнику. «Извините, полковник, но вы сами понимаете, солдаты голодные!» «Пожалуйста!» «Так вот, я вам удостоверяю, что…» «Как это там?» «На острие отчуждения!» «И ради бога! Садитесь и пишите!» «Ну вот что!» – говорит благодушный инженер. «На полкуба я дам вам, но на будущее время…» «Какое будущее время! Может быть, завтра уже переселюсь на казенные дрова самого Вильзевула, а тут еще женился месяц всего на сестре милосердия. Ну что ж, месяц, зато был счастлив. Очень счастлив. Ну, спасибо, прощайте, господа. С четырех часов утра…» Конреечный кавалерист сам себе договаривает конец, исчезая на веранде. В воздухе тают мелодичные сигналы трубы. «Солнце ярко сверкает там дальше, здесь, на веранде, тень и прохлада». Жандармский полковник уходит с инженером, и мы остаемся вдвоем с редактором новой здесь газеты «Вестник Манджурской армии» Дмитрием Григорьевичем Янчевецким. Это еще молодой человек в форменном кителе с золотым Георгием в петлице. Вчера вышел первый номер этой газеты. В двух товарных вагонах помещаются станки, машины. Дмитрий Григорьевич хлопочет о третьем для редакции. В прошлую турецкую кампанию, как известно, Крестовский делал попытку издавать такой же «Вестник», но на двадцатом номере издание прекратилось вследствие чистотехнических затруднений, между прочим, потому что типография не могла следовать за штабом. Избегая этого, и устроено все в вагонах. Сегодня я сниму эту оригинальную редакцию. Насколько я осведомился, нигде в заграничных армиях такого органа печати еще нет, а необходимость его настоятельна и очевидна. Люди узнают последними о том, что сделано их же руками. Задачи редакции, конечно, в строго определенных рамках, все-таки очень широки. Собрать от очевидцев весь материал войны. При благоприятных цензурных условиях может, конечно, получиться очень и очень ценный материал. Целый борох самых разнообразных новостей. Сведения эти идут из китайских источников. Их получает Тифангаун Лиояна. Что-то вроде градоначальника с правами жизни и смерти над жителями. Через сутки этот Тифангаун уже получает из Артура все новости. Ему привозят их китайцы на осликах. Им здесь очень верят. Моя цель теперь познакомиться с Тифангауном. На этот раз вот какие сведения. 24-го была 8-часовая атака порта Артура с суши и моря. В результате японцы отбиты с громадным уроном. Еще новость. Со вчерашнего дня армия Куроки перешла по всей линии в наступление. У нас 100 раненых. Чем ближе подойдет армия Куроки к нам, тем при существующем бездорожье нам это выгоднее. Бить на коротке, по здешнему выражению. Серьезного значения, впрочем, не придают этому наступлению. Считают, что это только демонстрация, и от всей армии Куроки остался только заслон. Все вышесообщенные слухи китайцами реализуются здесь очень реально. Наш рубль, упавший было у китайцев после первых морских неудач и боя у Тюринчена, теперь опять поднялся. А после вчерашнего слуха еще поднялся и очень сильно. Второй хороший признак – любезность и даже доброжелательность населения. Наших раненых переодевают в свои платья и приводят в Ляоян. Ближайшие к Ляояну села отказались платить обычную дань хунхузам, и при их появлениях сейчас же уведомляют наши войска. Вчера инженер, у которого я живу, ездил по делам на янтайские угольные копии и был свидетелем как раз такого донесения из деревни Хазе близ к копии. В результате взяты в плен хунхуз и несколько ружей и сабель. Инженер привез одну такую саблю с уширенным концом. Одно ружье Маузера, двухлинейное, таких ружей 15 тысяч, с тремя миллионами патронов, доставлено сюда в Китай из какой-то фабрики, кажется, германской. И одно ружье длиною в полторы сажени, дуло которого с вершок. Пленного хунхуза передали Тифангауну. Сегодня этот Тифангаун приезжал с визитом к командующему. Это целая процессия в ярких костюмах, скороходы, конные, паланкин. Тифангаун совершенно еще молодой, с очень смышленым, энергичным лицом. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание Товарищества. Маркс. 1916 год.